здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы говорим на тему отдыха где люди отдыхают в городской скажем так среде ну прежде всего это парк и парковые какие-то пространства об этом мы говорим сегодня с директором муниципального управления дирекции парков городского круга люберц алексеем орловым здравствуйте алексей добрый день ну лет я так понимаю для вас хотя и зима вроде как важная пора но вот эти два полтора можно сказать года пандемии немножечко все поменяли так что наверное вот это лето можно назвать таким полноценным летом парковой жизни верно ну да безусловно все-таки в летнее время у нас больше посещаемость парков активизируется потому что у школьников это каникулы у кого-то отпуска не все у нас уезжают куда-то отдыхать многие остаются здесь не у всех есть дачи поэтому парк всегда является точкой притяжения для наших жителей тем более в тех парках где есть водоемы это первую очередь места отдыха у воды вот тем более погода нестабильная то жара то вроде бы все переживали что лето не было холодно было потом жара опять обещают жару будет тут тоже рата не жара то есть разные варианты отдыха но парк все время посещают конечно вы как-то подсчитываете примерно вот в летний период в зимние какие-то ведутся цифры сколько примерно людей посещает у нас и же ежемесячно ведет статистика посещаемости парка естественно в зимний период это процентов на 40 наверное от 30 до 40 процентов у нас снижения в плане цифры а если мы говорим о общей годовой цифре всех парков посещаемости это порядка полутора миллионов человек в год не чает парке наши то есть это жители гости округа вот скажите я так понимаю что вашим обедом вашем виде не до сразу несколько до территории лили какой-то конкретный парк на сегодня да это все на парковые территории городского округа люберцы на данный момент у нас управление находится 13 рекреационных зон 13 13 рекреационных зон да это порядка 100 135 гектар общей площади и в этом году мы еще получили дополнительно 91 гектар к этим поэтому нас теперь уже больше 200 гектар то есть правильно понимаю что какая территория высвобождается и вместо того чтобы там но какие-то промышленные объекты возводили серебром частное жилье отдается это вам вот под парковые под решение парковых вопросов до это постоянно происходит или это какой-то случайный процесс некоторые территории городские которые у нас высвобождаются есть какие-то полезные площади для такого зонирования естественно дается под в том числе под парковую инфраструктуру потому что чтобы в каждом поселении у нас было скажем так точку отдыха для людей прогулочная и так далее это как бы как положено тогда какой-то сумма распоряжение есть норматив что обеспеченность парковыми территориями жители округа в зависимости от общей численности жителей округа то есть есть норматив сколько должно быть парков до 200 тысяч жителей которые проживают больше 200 жителей тысячи жителей если проживает в округе то есть есть определен норматив и сейчас активно ведется работа это программа андрею чё воробьёва в поручении очень развиваются лес именно лесопарковой территории и лесные участки передаются в дирекции парков муниципальные учреждения под их развитие вот так мы в этом году получили дополнительно получили 91 гектар от комитет лесного хозяйства сейчас будет огромный парк это поселки октябрьском мы сейчас разрабатываем проектно искательная работа с концепцией концепция у нас уже прошла художественный совет при министерстве благоустройства московской области в этом году мы полностью разрабатываем проект а следующий год мы стоим в госпрограмме в планах на строительные монтажные работы уже на реализацию парк будет 115 гектар но по сравнению с парками сколько это вот что мы понимали в среднем существующие парки у нас где-то от но если совсем маленькие где там три гектара ну да так 15-20 гектар то есть это будет парк великан это будет да это будет огромная территория именно леса парковая и сколько на на возведение этого парка времени вам дается по планам мы планировали начать реализацию уже в текущем году но связи с некоторыми условиями данная программа перенеслась на двадцать третий год зато ее можно хорошо сейчас под 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 рассчитать понятно вплоть до где лавочка стоит а где лавочка не нужна тем более что мы видим а конечно же парковая культура есть такое понятие да она изменилась по сравнению скажем советским союзом хотя сейчас побывая во многих городах россии я обратил внимание что очень четко идет восстановление старых советских парков вот вплоть до возведения казалось быть скульптур который может быть уже не имеет такого значения там пионеры и так далее туда но тем не менее эти парки вот пытаются восстановить в тех именно форматах которые были помимо этого идет строительство абсолютно новых европейских парков или даже скажем так каких-то смешанных где присутствуют скажем москве есть скверы такого китайского уже даже направления вот скажите пожалуйста какой формат этого парка планируется по крайней мере сейчас на чертежах это будет лесопарковая история с максимальным сохранением именно живой природы и именно экологической инфраструктуры вот это будет все в таком формате больше дерева дорожки максимально будут общих он тропиночная сеть будет максимально отсыпана не асфальтными дорожками и брусчаткой а именно отсевом ну то есть трактор там не будет особо ковшом копать кругом ну подготовку некоторую тропы прокопаем еще надо будет делать до подготовительной работы так скажем естественно мы будем делать и вся инфраструктура и ландшафтные какие-то решения если именно вот сохранением то единственной природы которая существует в лесопарковой территории то есть скажем так парк заповедник можно так условно назвать но с точки зрения если мы хотим сохранить за природные вот то есть там птички будут возможно белочки белок довольно много московской области предусмотрен у нас там в концепции одна зона тихого отдыха для наблюдения за птиц потому за птицами потому что в самом деле очень много постоянно то есть птица разных и вот архитекторы предложили нам и мы в принципе одобрили именно вот такое место и будет именно наблюдение за птицами ночам девушки новая да есть такое вот скажем на байкале можно тоже такая зона тишины где на определенном расстоянии наблюдаешь за всякими там котики проплывают тогда это очень интересно а тут за птицами и конечно же не просто бегать за белками и так далее но вот вы сказали асфальта не будет второй части мы поговорим о нынешних парках а сейчас пока вот о новом проекте тоже всегда интересно может быть мы каким-то образом можем тоже в этом поучаствовать вот если не будет вот этого асфальта до который все-таки мы воспринимаем как городской такой очень пейзаж тем более что потихонечку от него в больших городах пытаются уйти придя через три-четыре варианта плитки какой-то 5 вот что это будет за инфраструктура как будут строиться дорожки они будут какие-то главные фонтан будет ли будут ли какие-то домики какие-то скажем как сейчас модно не просто лавочки какие-то места для релаксации где можно покататься там на каких-то специальных на качелях и тогда да значит там будет расположена несколько основных аллей которые будут соединять поселок октябрьские с лоткарина с волкушей идея на заключается в том что ближайшие муниципалитеты где сопряжены парк выйти лесопарковой территории соединить и то есть это будет зона ответственности каждого муниципалитета а в общей закольцованность это будет общая такой вот огромный огромный парк естественно это будут главные аллеи вдоль которых будут расположены лыжные трассы будет зимняя версия будет лыжная трасса будет расположена в лесистой местности где много деревьев так далее там будет чисто прогулочная зона естественно лыжная трасса она тоже там будет проходить пешеходно-тропиночная сеть освещение по всему по всей сети пешеходных дорожек будет естественно освещение мало архитурной формы это лавочки урны естественно будут формате стилизован стилизованы до под экологическую историю дерево также будет зоны тихого отдыха зона детские игровые площадки скейт-парк мы планируем зоны для выгула собак централизованные то есть это будет все а велодорожка велодорожка предусматривается параллельно всех существующих дорожек и здесь нарядом планируется велодорожки то есть вы исходите из всех скажем так современных последних течений а вот эта знаменитая фраза что сначала смотрят как куда народ ходит а потом там прокладывают дорожку это будет работать или вы сами будете планировать именно по тем тропу протоптанным тропам да и отрисовывалась концепция нанесения именно пешеходно-тропиночной сети потому что люди уже привыкли там ходить они уже многие поколения там ходят естественно зачем менять когда уже существующие просто нас после геодезии архитектора нанесли на существующие но тоже еще такой вопрос коль мы говорим о парке то в последнее время принято да и не только когда это этим не занимается государство не занимаются частные лица когда это просто какая-то лесопарковая зона еще если вода есть народ любит шашлычки пожарить там ликероводочными изделиями побаловаться вот что то предусмотрена для этого или это будет как-то жестко штрафоваться естественно у нас предусмотрены концепции бесплатные зоны барбекю но естественно это направлено на положительных положительный краткосрочный вариант дарька срочный вариант положительный до естественно если там будет это злоупотребление там алкогольные там и так по закону и по есть на у нас там будет охрана круглосуточная находиться на всей территории парка то есть будут места . они это будет все пресекаться естественно мы как на всех других парковых территориях стараемся и приближать патрули нашей полиции к местам общего массового пребывания жителей. Естественно, это все моменты будут очень... Последний вопрос. Перед тем, как мы уйдем на небольшой перерыв, потом поговорим о сегодняшних парках. Скажите, а сколько вообще людей задействовано в этом проекте? Условно говоря, там же и проектировщики, и потом строители. Какое-то, наверное, большое число. Те, кто у нас разрабатывает проект, ну, это организация. Их численность я, конечно, не могу сказать. Но это, естественно, не 5, я думаю, и даже не 10 человек. Это более масштабная какая-то группа людей. Но помимо всего этого у нас глубоко погружены жители в этот процесс. Потому что все-таки мы все, что планируем, в первую очередь опираемся на мнение жителей. Мы каждый этап и каждый вопрос обсуждаем с ними. Потому что какая именно потребность у них, и что жители хотят видеть там. Потому что в первую очередь... Ну, они же там будут, да, гулять. Мы это все делаем в первую очередь для жителей, а не для себя лично. Поэтому мы учитываем мнение и обсуждаем на каждом этапе все вопросы с жителями городского управления. Понятно. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что в гостях у нас директор муниципального управления дирекции парков городского круга Люберца Алексей Орлов. Ну, а после этой паузы вернемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, а в гостях у нас Алексей Орлов, директор муниципального управления дирекция парков городского округа Люберца. В первой части мы поговорили о том грандиозном проекте, который будет такой... Почему грандиозный? Потому что впервые такой будет большой парк. Даже можно сказать, парк частично похож на заповедник. Птицы, белочки, может, там еще какие-нибудь небольшие животные появятся. Ну, а сейчас давайте поговорим о тех 13, как мы выяснили. Да, о рекреационных зонах, в которых отдыхают жители городского округа Люберца. Ну, наверное, начнем с парка Гламова, который недалеко от нашей студии находится. Я просто там прогуливался, видно, что как-то он изменился. Вообще, сколько выкладывается? Каждый же парк, наверное, стоит каких-то денег? Естественно, да. Да, но у нас на данный момент по количеству, если мы говорим о 13 рекреационных зонах, из них именно благоустроенных у нас 6 территорий. Остальные у нас в ближайшем будущем, в том числе и вот тот проект, это вот для последующего благоустройства будет. Естественно, каждый парк у нас индивидуален, как по площади, так и по своему функционалу. Где-то у нас есть водные объекты, где-то их нету, где-то у нас есть фонтаны, где-то их нету фонтанов. Ну, то есть, я так понимаю, что вы стараетесь еще сохранить, потому что ведь можно, как раньше в советское время были типовые проекты, может, типовые парки сделать, они все будут одинаковые. А ведь в каждом парке, наверное, есть своя какая-то изюминка, правильно? Конечно, безусловно. В каждом парке есть своя история. Наташинский пруды, парк, он у нас завязан историей именно с этими прудами, да, связан. Там именно тематика больше такая тоже направленная на какой-то отдых, релакс и так далее. Центральный парк – это все-таки больше событийная такая история. Здесь в свое время проходили постоянные творческие вечера, там, дискотеки и так далее. Ну, это для массовых каких-то мероприятий. Да, более такая прогулочная зона, зона отдыха, развлечения и так далее. Малаховское озеро, парк – это всем известное озеро, где шлем. Да. Да, где шлем, за шлемом ныряли. Поэтому там тоже есть своя история этого озера. Это излюбленное место. И, возможно, еще пару шлемов осталось еще. Да, да. Это реально излюбленное место всех жителей Малаховки и, в принципе, городского круга Люберцы. Парк сказок в Томилино. Это такая тоже лесопарковая территория, зона именно тихого отдыха, прогулочная, где прогуляться, подумать о чем-то прекрасном, читать книгу из такого характера. В прошлом году мы реализовали проект «Парк Лапса». Это в честь героя Советского Союза Лапса, летчика. Томилино тоже имеет вот эту свою историю более патриотическую. Он небольшой, всего три гектара. Больше такой, как сквер, но тоже является парковой территорией. Ну, и я так понимаю, что хозяйство большое, да, и, наверное, вы получаете какие-то деньги на то, чтобы проводить, ну, скажем так, обычные традиционные работы, да, но надо же следить за этим, подстригать, там, этот мусор убирать. Плюс, как мы уже выяснили, какая-то охрана должна существовать в любом случае. Ну, пускай есть полиция, но есть и охрана парка. И какие-то деньги дают вам на развитие, которые вы, наверное, можете, ну, там, не такую лавочку, например, купить, а вот такую. Вот как происходит этот процесс, и как на обустройство и на поддержание порядка в парке? Ну, что касаемо благоустройства территории, у нас есть два момента. Есть субсидии с области, которые выделяются в рамках государственной программы, национальных проектов, национальных проектов, так скажем. Есть федеральные программы, вот. То есть, это субсидия предоставляется в муниципалитет с учетом софинансирования местного бюджета. Обычно это бывает либо 70 на 30, 70 процентов дает область, 30 процентов муниципалитет. Либо даже бывает 99 на 1 процент, когда 99 процентов, это вот касаемо нас, проектов, там все, вот эта разница финансирования минимальная для бюджета местного. Там больше областного бюджета. Естественно, уже что мы будем здесь делать и как мы это будем делать? Естественно, мы определяем сами вместе с жителями. Вот как раз рисуя концепции, потом на общественных обсуждениях с жителями это все рассматриваем, показываем, консультируемся. Даже если, например, парк существует, но есть идея его облагородить, что-то там может быть. Вы вот иногда бываешь в парках, ну вообще там не только в нашей стране, раз стоят всякие меточки на дереве. Ага, значит, это под спил идет. То есть определили, что будем спиливать, а значит будем сажать какие-то новые деревья, какие-то, может быть, определенные деревья. То есть это все через разговор с жителями, да, идет? То есть какая-то группа существует? Как этот клич бросается? Да, у нас сейчас в каждом парке организован совет парка. Это активные жители, которые пользуются авторитетом у ближайших соседей, дворов, районов. Эти советы парков, мы с ними активно прорабатываем каждый вопрос. И если у них назрел какой-то вопрос, они также, у нас созданы чаты именно с ними. И они выражают мнение жителей до нас, а мы от себя, если что-то нужно донести до жителей, обсуждаем с ними и выносим в массы через них уже большему количеству людей. Если надо, собираемся и совет парка, и жители вместе, и обсуждаем какие-то вопросы, насущные даже такого плана, как новые мероприятия, проведения. Ну, то есть без предложения, без согласования с жителями ничего в парке делаться не будет, только после того, как будет принято решение. Ну, глобальные какие-то вещи. Глобальные вопросы, да. Естественно, касаемо содержания, каких-то там нюансов в плане какой-то инфраструктуры, улучшения. Такие моменты, конечно, мы регулируем сами. А именно, конечно, что касаемо более масштабных какие-то проекты, благоустройства, естественно, это только после обсуждения с жителями на общих собраниях и обсуждениях таких. Ну, вот мы частично обсудили в первой части, что есть желание в этом большом новом парке сохранить, собственно говоря, природную его составляющую. Потому что был какой-то период, когда, казалось, вроде как парк существует, но настолько уже все выдрессировано, вплоть до того, что деревья все ровненькие остаются. То есть вроде красиво, но нет ощущения живости. Вы же, наверное, следите за парковой культурой и у нас в стране, ну, тут Москва, да, у нас в парке, конечно, резко поменялись. Я сам возле парка живу и вижу, что там просто какие-то невероятные вещи происходят, причем постоянно. Плюс, наверное, происходят какие-то, может быть, фестивали парков мира, где вы что-то там можете подсмотреть. Как вот этот процесс идет? У нас, естественно, мы с коллегами со всеми общаемся, и с области, где у нас есть дирекции парков, везде общаемся с директорами, с их коллективами. Министерство благоустройства проводит ежегодно у нас семинары, семинары-выставки, где делятся своим опытом, спикеры выступают. Причем бывают некоторые международные конференции, где спикеры парков именно с других стран, там, с Африки, с Испанией. Ну, совсем с другой культурой, да? Да, да, да. То есть рассказывают какие-то свои нюансы, свои истории. Что-то однозначно, что-то применимо, что-то нет, потому что и климатические условия другие, и культура другая. Но какие-то идеи мы перенимаем, и, в принципе, находимся в таком рабочем диалоге, можно сказать, постоянно. Потому что даже какие-то задачи общие перед нами ставят, мы между собой тоже обсуждаем, советуемся, друг другу предлагаем. То есть ставим диалоги. Просто любой житель городского округа Люберца, неважно, что он в какой-то там группе состоит, вот он пришел в парк, ему что-то не понравилось, он куда может обратиться? Или наоборот, что, помните, как книга жалоб, предложение, либо предложение какое-то, либо наоборот скажет, как здорово вы сделали вот это, вот куда может обратиться? Да, все же у нас в парке всегда присутствуют сотрудники парка, администратор парка, либо лично к нему. А, то есть прямо можно сказать, я хотел бы с администратором поговорить? Да, бы о парке переговорить, без проблем можно пообщаться. А так у нас есть наша почта, наш номер телефона. Мы все предложения всегда жителям принимаем, даем обратную связь. Когда я общаюсь с жителями в парке, в том числе и всегда лично даю свой номер личного телефона для обратной связи, потому что мне так удобнее, когда именно происходит прямой контакт, то есть если человек что-то не нравится, либо есть какое-то предложение, либо наоборот сказать спасибо. Я всегда говорю, что вы можете позвонить мне, да, и когда-то бываю не всегда на связи, могут написать смс, что обратную связь всегда от меня обратно получите. Еще о здоровье поговорим, потому что парк это, ну, вообще, да, такая территория, где, ну, какой-то, может быть, лавочка какая-то где-то там сломалась, ну, пока не подчинили. Или какой-то там элемент, который, ну, небезопасен, ну, дети могут гулять и так далее. Плюс клещи, которыми нас тоже пугают в последнее время, даже страшно к лесу подходить. Вот как-то эти вопросы решаются, и как они решаются? Да, касаемо вот клещей, мы ежегодно проводим аккорицидную как раз обработку. То есть это есть? Однозначно. Вначале, мы ее делаем в начале паркового сезона, когда уже погода более-менее идет, ну, естественно, парковая становится, да. Парковая, да, скажем, погода плюс, плюсовая, естественно, уже травка есть. Мы проводим аккорицидную обработку как раз от клещей. И, естественно, в течение года мониторим эту ситуацию, то есть выборочные проверки делаем. То есть где-то требуется повторное проведение аккорицидной обработки, а где-то не требуется. То есть достаточно, действительно, одного раза, и все. Это однозначно, мы делаем всю эту историю. Так, а что вот связано с какими-то, вдруг дерево упал и так далее, довольно быстро все решается, чтобы не пострадали люди? Да, у нас... Бывают же, наверное, такие ситуации? Бывают, однозначно. Бывает у нас и ураганный ветер, и так далее, по дуло что-то упало. Мы, конечно, стараемся аварийные, сухостойные деревья убирать заранее, то есть предупреждая их падение. То есть ходит специальный человек и проверяет, да? Администратор парка с рабочим персоналом, кто осуществляет содержание, уборку, ремонт на территории парка. Естественно, постараемся это все упреждать, то есть осмотрами, ежедневные осмотры проводятся. Ну, бывает такое, что и там после ураганного ветра что-то упало. Само по себе приходится... Да, ну, естественно, оперативно. В каждом парке у нас есть штат сотрудников, именно обслуживающий персонал. И решаете эти вопросы. Которые эти вопросы, естественно, сразу убирают. А вот те деревья, которые вы корчевываете или спиливаете, положено новые сажать? Или как это происходит? Компенсационное вот это озеленение у нас предусмотрено в рамках того, если мы что-то убираем под какое-то строительство... То, которое хорошее, я помню. Да, да. А если... Ну, вне зависимости от этого, естественно, мы ежегодно во всех парковых территориях обновляем, высаживаем новые деревья, кустарники, подсеваем газон. Вот это у нас ежегодно в рамках... То есть это ваш огород такой большой? Да, да. А деревья какие-то конкретные? Или иногда бывают какие-то эксперименты попробовать, а будет ли расти это или то? Мы все-таки более... То есть не ботанический сад? Да, не ботанический сад, да. Более такие приспособленные к нашей все-таки климатической зоне больше. И стараемся вот именно в городских парках уйти от истории хвойника. Ну, к сожалению, это красиво, но именно в городских парках они плохо приживают. Понятно. И очень короткий последний вопрос. Мы знаем, что масса мероприятий проходит, и я так понимаю, что и летом, и осенью, как бы пандемия, слава богу, нас отпустила, будет много всего, да? Надо следить за афишами. Да. У нас еженедельно есть, во-первых, парковый стандарт в рамках наполняемости культурными мероприятиями, которые у нас выполняются. И, соответственно, помимо всего этого, доп. мероприятия, фестивали. Традиционные, новые. Да, да, да. Все это проходит. Практически все участники фестиваля к нам сюда попадают. Почему я спрашиваю? Конечно, да. Спасибо большое. Алексей Орлов, директор муниципального управления, дирекция парков городского округа Люберца. Рассказал нам о том, как обновляются парки, которые здесь находятся, парковые территории. Рассказал нам о новом грандиозном строительстве. И я надеюсь, что мы все попадем в скором времени на открытие этого парка. Правда, он еще пока строится. Ну и, конечно же, с удовольствием будем гулять в тех парках, которые уже благоустроены. Спасибо вам большое в вашем лице, всем вашим коллегам, сотрудникам. Ну а вы в это жаркое лето отдыхайте в парках городского округа Люберца. С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»